И мы снова с вами. Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, как можно достаточно просто сделать имитацию сварных швов на примере данного танка. Итак, погнали! Что же нам потребуется для данной работы? У нас есть сама модель, также у меня есть заранее подготовленный кусочек литника, растянутый помощью зажигалки, вот до такого состояния. Размер шва зависит от толщины литника, который у вас получился при растягивании. Теперь нам необходимо примерить нашу заготовку на то место, где должен быть шов сварной, но, к сожалению, модели его нет. Примерно засекаем размер кусочка, который нам понадобится. Лишнее откладываем в сторону. Теперь уже отрезанную часть прикладываем и отрезаем ту длину, которая нам необходима. Естественно, для выполнения таких работ необходимо обращаться в матчасти, искать референсы, ну то есть какие-то картинки, по которым вы все будете это делать. Итак, наш кусочек литника готов к установке на свое место, но для этого нам необходимо подготовить это самое место. Так как на модели, которую нам предлагает производитель, сварного шва нет и существует только угол, на угол клеить нам будет неудобно, поэтому было бы неплохо наметить линию, в которую мы и уложим данный прут. Примерно прикладываем линейку на изгиб, берем острый предмет и проводим несколько раз линию. Теперь мы четко видим линию, в которую нам необходимо уложить наш прутик, который будет имитировать сварной шов. После этого берем осторожно инструмент, возможно, кто-то пользуется специальным инструментом, называемым царапка или скрайбер и углубляем бороздку под прутик. Если вас не устраивает получающаяся борозда, скажем так, то ее лучше увеличить. Итак, дальше укладываем литничок в это углубление получившееся и промазываем все это клеем. Осторожно, много клея пока лить не нужно, нам нужно зафиксировать прутик. Так, вот здесь можно обратить внимание, у нас имеется небольшой излишек этого литничка, поэтому его лучше сразу подрезать. А пока этот прутик присыхает, перейдем к другому месту, на котором тоже сделаем сварные швы. Итак, следующее место, в котором необходимо сделать имитацию сварных швов, вот это вот внутренняя часть угол. Здесь ничего прорезать не нужно, достаточно просто нанести клей и вклеить заготовочки. Я уже предварительно приготовил необходимые отрезки и приблизительную толщину, которая, на мой взгляд, подходит. Ставим литничок, берем кисть и наносим клей. Можно также поджать ножом для наиболее качественной фиксации. Также заводим и дальше. Также наносим клей и поджимаем оставшийся кусок литника. Нужно постараться приклеить довольно плотно, чтобы не было зазора. Естественно, все эти операции необходимо проводить до мелких работ, то есть до наклеивания мелочевки. Итак, я приклеил две заготовки, которые будут имитировать далее сварные швы. Дадим время схватиться пластику и продолжим. Итак, наш литник, который мы нанесли на стык двух задних панелей верхней и наклонные части уже схватились. Довольно-то хорошо между собой. Далее нам необходимо размягчить наш литник, поэтому осторожно наносим немного клея на него. Нанести нужно порядка двух-трех раз для того, чтобы эта полосочка размягчилась, чтобы дальше можно было с ней работать. Наносить следует после полного испарения предыдущего слоя, чтобы не заливать детали слишком густым слоем клея. Иначе можно повредить соседние панели и напрожигать в них неровности. Так, нанесли третий слой. На самом деле слоев можно наносить только сколько вы посчитаете нужным. Так сказать, ловить момент на глаз. Я нанес пока три. Посмотрим, что у нас из этого получится. Оставим на некоторое время, чтобы пластик размягчился. Так, пластик размягчился. Я возьму вот такой вот инструмент. Это аминиевская лопатка для размешивания красок и попробую ей сделать своеобразную имитацию шовчика. Наносим небольшие такие вмятины. Опять же, надо ориентироваться на фотографии, смотреть, как идет шов. Клей должен обязательно испариться, чтобы у нас не тянулись от мокрого пластикового волоски, прилипшие к инструменту. Так проходим по всей поверхности шва. Процедура довольно-таки несложная. После первого прохода можно снова нанести немного клея, чтобы дополнительно размягчить пластик. Если шов вам не понравится по толщине, то его всегда можно снять наждачкой. Либо соскоблить излишки толщины ножом, снова намазать, снова нанести клей и в очередной раз сделать фактуру шва. При нанесении насечек стоит немножко ледничок сдвигать вперед для получения имитации. Я считаю, что эта технология простая по сравнению с шпаклевкой. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Ставьте лайки, если вам понравился данный выпуск. Расскажите об этом выпуске вашим друзьям. Поделитесь в социальных сетях. Спасибо, что смотрели и до новых встреч!